Приветствую вас, дорогая Церковь, в это благословенное время, во время молитвы. И вот хотел бы прочитать из Священного Писания Иоанна 9 глава. И приходя и проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равик, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе из день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал, пойди умойся в купальный Севам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Аминь. На этом остановите. Я вот рассуждал по этому поводу вот такое интересное место, где Иисус показал вообще свое величие, свое могущество. И вот знаете, вот интересный такой момент, когда вот он увидел этого человека, знаете, и никто его не видел, этого человека, то есть так, как на него смотрел Бог. Что Бог делает, Бог делает абсолютно не так, как вот люди. И его никто не видел зрячим. И может быть по этому поводу ему никто ничего не говорил. Но когда туда пришел Иисус, он увидел, то есть в нем не слепого, потому что все спрашивали, кто согрешил, какова причина, начали выяснять. Но Господь видел в нем вообще своего ученика, своего последователя, который будет делать потом дела Божьи. И знаете, ну, Бог имел веру по его поводу. А никто, а все видели просто его слепым. И он его послал, сделал брение, помазал глаза и послал его. И тот пришел зрячим. Вот, как бы, знаете, мне такая мысль посетила, что порой мы имеем веру только по отношению к себе, а по отношению к другим, то есть, ну, не всегда. То есть, какие-то обстоятельства они просто берут и сдерживают. Но вот в этом, наверное, и подразумевается, вот вообще, что Иисус, Он видит дальше, чем мы сами можем себе это представить даже или даже подумать об этом. Я вот немного вот тут, ну, для себя записал, что надо, ну, надо иметь веру, то есть, быть твердым. И знаете, я вот служу в реабилитации, и приходят люди, которые не имеют веру, но ты имеешь веру по отношению к ним. И говоришь, что тебе надо служить для Иисуса, то есть, тебе надо проходить, ну, проходить программу, восстанавливаться. И кто применяет это, то уже приходят зрячими. И он начинает видеть тех людей, которые живут, знаете, без Христа. А без Христа жить – это быть незрячим. И те, кто, то есть, ну, вот это применяют, они потом начинают так же видеть и начинают действовать. И начинают других людей приводить ко Христу. И вот, как бы, ну, мой призыв, мой призыв такой, чтобы мы имели веру по отношению к другим. Чтобы мы стремились, так как говорит Писание, возлюбить ближнего, как самого себя. То есть, в этом и есть, ну, скорее всего, вот это вот благословение. Не думать только о себе, но думать о других. Потому что, знаете, было время, когда, то есть, когда вот у меня были проблемы. Я долгое время жил, жил в зависимости. И, знаете, был как слепой, и виден, и я ничего не видел. То есть, мои все действия были как у слепого. То есть, думал только о себе, и вот так вот. Вот, но у меня была мама, вот, слава Богу, которая, которая говорила в сердце своем, что, ну, что у него будет все хорошо. И, знаете, и пришло то время, когда, действительно, когда пришел в мою жизнь Христос, и там все поменялось. Там все поменялось точно так же, как вот у этого человека. И пришло прозрение, и пришло исцеление, и пришло освобождение. Ну, дорогая церковь, как бы я вот, ну, я бы хотел молиться за то, чтобы мы не ослабевали, но были твердыми. И видели дальше, чем просто мы видим. То есть, смотрели по духу, а не по плоти. И одерживали победу, точно так же, как и вот в этой истории одержал победу Христос. И вот, дорогая церковь, я бы вот хотел за это помолиться, и нас, чтобы мы всегда стояли на этом, и не забывали, что для нас сделал Господь. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю Тебя, Господь, что Ты не прошел мимо, Господь, но что Ты благословил, что Ты сделал все необходимое, Господь. Для того, чтобы мы имели, Господь, вот эту возможность, Господь, видеть, Господь, и эту возможность действовать, и приводить, Господь, других людей ко Христу, свидетельствуя и говоря им, что только в Тебе, Господь, состоится жизнь. Потому что Ты есть путь истинный и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только Господь, через Тебя. И я благодарю Тебя и славлю Тебя, что Ты есть благословение наше, и Ты есть жизнь вечная. Господи, благослови нас, чтобы мы, Господь, использовали всегда, Господь, Твое Слово, Господь, чтобы мы пребывали в Нем, чтобы мы научались, Господь, через Твое Слово. Чтобы мы шли и как-то заповедовал нам, благоведствовали Евангелие до края земли, рассказывали и свидетельствовали всем. Потому что имя Твое, оно превыше всех имен. Господи, укрепи церковь свою, чтобы мы имели дерзновение приближаться к Тебе, поступать по духу, а не по плоти, Господь. И прославлять Тебя за все, потому что Ты наш Бог и Ты Спаситель. За все Тебя превозносим и прославляем Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословенны, дорогая церковь. Всего вам доброго. Будьте благословенны, дорогая церковь.